Рынки позиции Предыдущие рекомендации Техническая команда делала ставку на нефть На ноябрьский фьючерс нефть марки Brent Покупка его была рекомендована Но немножко пошло не в том направлении, в котором хотелось бы Поэтому рекомендация не сработала с убытком 0,8% Закрылась бы эта сделка Фундаментальный эксперт рекомендовал покупку валютной пары доллар-иена И тут тоже был негативный результат в размере 0,14% Поскольку мы видим, что данная рекомендация не отработала Итак, никакой команде у нас не прибавляется дополнительного балла Поэтому все остается как есть Это 1,0% счет текущей команды Ну и с начала года у нас 120,98% В пользу фундаментальных экспертов довольно большой такой отрыв у нас образовался Итак, Игорь, давайте с вами обсудим вашу рекомендацию По поводу короткой позиции на ноябрьский фьючерс на Brent Сегодня поступило довольно много информации Но самой главной, наверное, ключевой Являлась вчерашняя от Американского института нефти Расскажите подробнее И какие теперь перспективы рисуются? Да, конечно Вчера был очень, кстати, хороший день Мы были в плюсе Все шло нормально Пока фундаментальные факторы не вторглись в наш технический прогноз Я считаю, что это какой-то корпоративный сговор был В 23.30 вышли данные по запасам сырой нефти от API Они были на ожидании плюс 2,6 миллиона баррелей По факту вышли минус 3,8 миллиона баррелей Естественно, нефть на этой волне ушла наверх Мы понесли, ну, небольшой, правда, убыток, но тем не менее Что сегодня? Естественно, вопрос Подтвердит ли американское министерство энергетики эту цифру снижения? Или, может быть, захотят развести участников рынка и все-таки подтвердить плюс 2,6? Вот эта интрига, она будет сохраняться до вечера сегодня Было и то, и другое Было и то, и другое То есть совершенно не факт, что сегодня... То есть сегодня вы не рекомендуете делать ставку на нефть, поскольку существует неопределенность? Да, абсолютно верно Почему? Потому что То, что вчера API показал отрицательное значение Не значит, что сегодня Минэнерго покажет положительное И они объясняют это тем, что у них разные методики подсчета Артем, скажите, кого вы с фундаментальной точки зрения подговорили, чтобы команда технического не заработала балла? И, конечно, ваша рекомендация сохраняется или нет? Да, особенно после той статистики, которую мы получили вчера Я уверен, что у доллара, по сути, только одна дорога Это наверх и на юг Почему? Потому что вчера мы получили очень сильные данные по индексу CPI Показатель по инфляции И рост в годовом выражении до полутора процентов Я уверен, сможет убедить тех представителей ФРС Которые еще заняли некоторую скептическую позицию По поводу готовности всей американской экономики к повышению процентных ставок Я думаю, что сейчас все сомнения уже нужно просто убирать про запас И делать ставку на то, что мы выходим на декабрь И, соответственно, на решение по нормализации денежно-кредитной политики В общем, если среди тех зрителей, которые делали ставку также на трейдинг Сохраняется еще интерес к доллару Самое время только усилить свои ожидания того, что он будет расти Но вы затронули тему денежно-кредитной политики Завтра нам предстоит заседание Европейского Центрального Банка Комментарий Марио Драги Несмотря на то, что большинство экспертов ждет продление программы Все-таки существует и риск того, что Марио Драги завтра может заявить об изменениях в программе Поскольку уже нехватка облигаций наблюдается Скажите тогда, Артем, буквально в двух словах Что рекомендуете делать нашим телезрителям в преддверии заседания Европейского Центрального Банка? Если говорить непосредственно про европейскую валюту То сегодня, наверное, по евро лучше сохранить выжидательную позицию И дождаться непосредственно завтрашнего дня Сегодня на евро очень сильно будет влиять доллар И те настроения, которые сформированы под ЕЦБ Вот касательно потенциальных изменений денежно-кредитной политики Я думаю, что да В этот раз мы не услышим каких-либо коррективов в параметрах Но это позволит нам только запастись ожиданиями И ждать следующего заседания Европейского Центрального Банка Я уверен, что действующая программа количественного смягчения Ставки на текущих уровнях Да и мягкая риторика Она способствует тому, чтобы ЕЦБ постепенно шел к реализации Тех поставленных целей по экономическому росту Поэтому в целом мое позиционное видение Опять же для тех трейдеров, которые делают ставку на долгосрок Мы все-таки, возможно, дождемся более и агрессивного выкупа активов И продления действия программы QE Но это будет, скорее всего, только уже под конец 2016 года Евро будет под давлением Так, Игорь, есть еще одна тема сегодня Но, правда, она относится больше, наверное, к фундаментальной Вместе с тем, вы наверняка сможете пролить свет Это Уралкалий, который может объявить принудительный байбэк Поскольку сейчас фрифлот ниже 5% И вот основной владелец Уралкалия не исключает, что он увеличит свою долю в компании И, соответственно, принудительный выкуп может быть обозначен при достижении отметки в 95% В генерации такого объема Скажите, стоит ли инвесторам, которые сейчас наблюдают за нашей программой Делать какие-либо шаги в преддверии вот этого потенциального принудительного байбэка? Я думаю, что да, однозначно Надо продавать Уралкалий По той простой причине, что трудно заподозрить российского предпринимателя Тем более крупного В том, что он хочет отдать миноритарным акционерам как можно больше денег Скорее всего, конечно, он постарается, используя какие-то юридические нюансы, заплатить меньше Поэтому вот та цена, которая сейчас есть, она, наверное, является вполне-вполне разумной И по ней надо ни о чем не думая продавать Тем более я в своей жизни перебежевал один байбэк Я был акционером относительно небольшой компании Потом там сделали байбэк Я, честно говоря, даже не получил эти деньги Но мне прислали выписку Там были какие-то вообще смешные деньги Из-за которых я даже не поехал их получать Артем, вы согласны с позицией Игоря? Вообще, что рекомендуете делать при наступлении таких новостей по поводу байбэков, например? Да, я, безусловно, поддержу позицию Игоря Потому что факт делистинга с биржи – это всегда негативный момент Делистинг уже случился с лондонской биржи Теперь идет речь уже о московской Это, безусловно, негативный момент Конечно же, интересно все-таки получить какие-то более объективные сведения Чтобы понять, что же заставило руководство поступить таким образом А можно ли ценап, который будет проводиться? Простите? Ценовые параметры вот этого потенциального байбэка важны? Ну, я точно могу сказать то, что вряд ли уважут акционеров Потому что сам такой процесс по определению не может быть настолько благоприятным Для тех трейдеров, которые инвесторов Которые делали ставку на приобретение этих активов И еще здесь один важный нюанс Я знаю то, что очень длительный период времени Компанию «Урал Кали» вместе с «Фосакрон» С «Фосагра» рассматривали в качестве очень перспективных Поскольку у них имелись колоссальные долларовые депозиты И каждый раз, когда на рынке звучали разговоры о потенциальной девальвации рубля Все говорили о положительной переоценке То, что это беспроигрышный вариант И вот мы видим то, что вот так вот просто можно оказаться у разбитого корыта Поэтому новость исключительно негативная И моя рекомендация также продавать как можно быстрее Спасибо Ну, а рекомендации на сегодняшний день мы узнаем прямо сейчас Начинает у нас по традиции команда технического анализа Игорь, пожалуйста, ваши две минуты Спасибо, Елена Добрый день, коллеги Сегодня мы поторгуем с вами золотом Центральная идея заключается в дневном графике Если вы посмотрите на него, то вы увидите, что последние 9 дней Цена золота идет в границах 9 долларов При этом она движется в ритме, я бы сказал, польки-бабочки Один день вниз, два дня наверх Один день вниз, два дня наверх Один день вниз, два дня наверх И так три раза повторяется этот паттерн Ну, во-первых, первый вывод можно сделать, что трейдинг – это музыка, застывшая в графике Настолько это красиво и приятно смотреть А второй вывод можно сделать о том, что вчера, когда мы наконец-то пробили отметку 1263 доллара закрепились выше нее То можно предполагать движение уже в новом канале На следующие 9 долларов наверх до уровня 1272 долларов в ближайшие дни И, собственно, поэтому моя ставка, она совершенно очевидно вытекает из этого Сегодня я хочу купить фьючерс на золото Gold 1216 на московской бирже И поддержать его в течение нескольких дней Ну, а сегодня я поставлю, наверное, все-таки тейк-профит доллара 2 От открытия, покупаю по цене открытия Почему? Потому что формат нашей передачи В нем часто выгодно выигрывать, пусть небольшую прибыль, но выигрывать, получать балл А поскольку, так сказать, часто бывает, что этого достаточно А мериться плюсами в известном смысле Это уже вторая часть, до которой не всегда получается дожить Поэтому короткий тейк-профит, ну, относительно для золота Короткий тейк-профит 2 доллара от цены открытия Стоп-лосс не ставим Спасибо Вот так музыкально описал все, что происходит на рынке Игорь Создальцев Полька-бабочка и золото Может быть, к таким же эпитетам и наша фундаментальная команда сегодня прибегнет Артем, пожалуйста, ваши две минуты Добрый день, уважаемые трейдеры Сегодня я хочу предложить вам сделку, которая предполагает продажу канадской валюты против доллара И специально я оставил канадца на среду Потому что те, кто наблюдают за рынком Форекс, за валютами и, прежде всего, за канадцем Знают, что сегодня очень важное событие В 17.00 нас ждет публикация процентной ставки от Банка Канады После этого сопроводительное заявление И как бы десертом дня уже будет пресс-конференция руководителя Банка Канады Полоса Это 23, по-моему, 15 То есть прямо под самое закрытие дня Что мы можем ожидать сейчас от процентной ставки? Конечно же, можно говорить о текущей, крайне неблагоприятной экономической конъюнтуре И все будут правы, кто это сделает Поскольку, если мы проанализируем последнее состояние промышленного сектора С верой услуг, мы поймем, что действительно там все плохо Так же, как и на рынке труда Очень важный сейчас диссонанс идет от последствий От природного стихийного бедствия, которое случилось еще этим летом Те, кто знают, речь идет о пожарах в Альберте Это главная энергетическая провинция Канады Тогда, после того, как это произошло, все говорили о катастрофическом ущербе Как для природы, так и для экономики И действительно, мы видим то, что ВВП Канады уже просил больше, чем на 0,5% Я думаю, что будет снижаться и дальше Второй момент, на который нужно сделать ставку, это рынок нефти Канадец вчера доказал то, что этот ресурс является определяющим В поведении данного торгового инструмента Сегодня у нас запасы в 17.30 И я предлагаю все-таки рискнуть, вопреки тому, что мы видели от API И поставить на то, что запасы все-таки вырастут И это станет негативным фактором И, соответственно, еще больше подкрепить позицию по продаже канадца против доллара Возвращаясь к самой идее USDCAD – валютная пара Покупаем американца против Канады И, воспользуясь рекомендацией Игоря по поводу недалекого тейк-профита Можно 1.31.70 От текущего уровня? От текущего уровня Стоп-лосс? Давайте 1.30.20 Ну, поскольку к нефти это тоже имеет большое отношение Вот, в частности, сегодня, например, Саудовская Аравия говорит, что в сентябре снизила цены на нефть И увеличила экспорт в Китай Несмотря на то, что сейчас ведется риторика относительно поддержки нефтяных котировок Но вот другая новость тоже от Саудовской Аравии О том, что все-таки министры Многие страны, которые не входят в картель ОПЕК Все-таки согласны сократить добычу нефти Пока не указывается, насколько Мы это увидим более подробно Возможно, 29 октября, когда примут участие Ну, и Минэкономразвитие сегодня прогнозирует стоимость нефти в 2025 году В 64 доллара за баррель Ну, недалеко от текущих уровней Учитывая, что примерно 52 сейчас стоит нефть марки Brent Ну, вот более подробно завтрашние уже данные Точнее, сегодняшние данные мы завтра обязательно обсудим Посмотрим на перспективы нефти И напомню, уважаемые телезрители В конце текущей недели голосуйте за то, кто из наших экспертов Выглядел убедительнее на странице телеканала РБК ВКонтакте Итак, напомню, что команду технического анализа на этой неделе Представляет Игорь Суздальцев, генеральный директор ИКТ Менеджмент Команду же фундаментального анализа поддерживает Артем Деев Ведущий аналитико-инвестиционной компании Амаркетс С вами была программа «Рынки позиций» и Елена Хрупова Не переключайтесь, всего вам доброго Редактор субтитров А.Семкин